О главных событиях к этому часу. В Минске завершила переговоры контактная группа. Верховная Рада рассмотрит документы о геноциде украинцев Польшей. В центре Лондона мужчина напал на прохожих, погибла женщина, есть раненые. Накануне в столице Республики Беларусь завершилась встреча участников контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы делегации на минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина. По ее словам, документы разведения сил согласован так и не был, несмотря на активные обстрелы ДНР со стороны ВСУ. Близость украинской армии к нашим позициям, постоянные провокации и невыполнение даже первого пункта комплекса мира о необходимости соблюдения режима тишины, вряд ли говорит о стремлении Украины к миру, отметила Талакина. Напомним, что ДНР настаивает на скорейшем подписании соглашения о разведении сторон в Донбассе. Участники переговоров по мирному урегулированию больше месяца пытаются согласовать три точки разведения противоборствующих сторон, чтобы снизить напряженность на линии соприкосновения в Донбассе. Также Талакина подчеркнула, что в ходе очередного раунда переговоров украинская сторона вновь показала свою неосведомленность тем, какие договоренности были достигнуты ранее в ходе заседания политической подгруппы, добавив, что политические пункты комплекса мер по-прежнему играют ключевую роль в переговорном процессе и лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, пресс-секретарь главы делегации ДНР подтвердила, что проведение следующего раунда переговоров контактной группы запланировано на 26 августа. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании геноцидом действий польского государства по отношению к украинцам в период с 1919 по 1951 годы. Об этом сообщается на сайте украинского парламента. Автором законопроекта выступает внефракционный народный депутат Олег Муси. Отмечается, что постановление уже в законодательном органе и передано на рассмотрение руководству. Полонизация, пацификация, депортация и физическое уничтожение мирных украинцев в Восточной Галиции, Волынии и Закирзонья – это суть реальной антиукраинской государственно-шовинистической политики Польши в течение первой половины прошлого века, говорится в тексте документа. В Верховной Раде предлагается установить 24 марта днем памяти украинцев жертв геноцида, совершенного Польшей. Напоминаем, что 11 июля было признано в Польше днем памяти жертв волынской резни, устроенной украинскими националистами. Данное решение вызвало большую критику со стороны киевских властей, в том числе свое негативное отношение к признанию геноцида выразил президент Украины Петр Порошенко. 19-летний мужчина напал с ножом на людей на Расселл-сквер в центре Лондона. В результате чрезвычайного происшествия погибла женщина, пострадали, по последним данным, пять человек. Сообщается, что подозреваемый был задержан полицией. По предварительной информации, он страдает психическим расстройством. «Терроризм – это одна из возможных версий, которые рассматриваются на данной стадии», заявил официальный представитель полиции Лондона. По данным СМИ, в зону, где произошло ЧП, примыкающую к Британскому музею в лондонском районе Блумсбери, стянуты дополнительные силы полиции. Данные меры призваны успокоить тех, кто проживает или находится в настоящий момент в этом районе.